Спотифилум, виды цветка, описание как выглядит. Женское счастье, такое название получил цветок из тропических лесов, полюбившийся цветоводам. Они давно заметили, что спотифилум активно растет только в том доме, где царит любовь и согласие. Его особенностью является разнообразие видов, коих насчитывается около сорока. Они могут заметно отличаться внешне, поэтому выбирать стоит, исходя из параметров помещения и его дизайна. Как выглядит спотифилума? Спотифилум был обнаружен в XIX веке ботаником Густавом Уоллесом в Колумбии, где он до сих пор встречается в дикой природе. Его типичными местами обитания являются заболоченные местности, берега озер, рек и подлесок тропических лесов. Цветок пользовался популярностью как комнатное растение давно, но работа по селекции спотифилума для получения новых сортов началась. Только в 50-60-х годах XX столетия. Цветущий спотифилум в горшке, спотифилум широко распространен, ареал разорван, растение встречается в Центральной и Южной Америке, а также на островах Старого Света. Как и многие тропические цветы, ни один его вид не сбрасывает листья. Все сорта спотифилума относятся к многолетним вечно зеленым растениям. Имеют характерное строение, короткий корень, отсутствие стеблей и белый цветок. Форма листьев овальная жилка в середине ярко выражена, от нее распространяются отростки на всю площадь листа. Белое покрывало лепестков длиннее початка, семена гладкие, изогнутой формы. Описание распространенных видов и сортов. Спотифилум, вида которого образуют огромную группу, является комнатным растением, его нельзя высаживать в саду в открытом грунте. Заостренные листья и белое покрывало спотифилума. Несмотря на характерное строение, разновидности этого цветка вполне можно различать. Для этого нужно обращать внимание на несколько параметров. Окраску листьев, размер листвы, размер цветка, оттенок лепестков, высоту растения. В уходе все сорта сполифилума неприхотливы, поэтому выбирать нужно тот, который хорошо впишется в дизайн комнаты и будет соответствовать масштабу зеленого уголка. Спотифилум обильно цеветущий, спотифилум флорибандом, один из популярных видов, его вид можно назвать классическим. Светло-зеленые листья, у молодых побегов они ярче, черешок тонкий, жила по центру видна четко. Длина листвы 20 сантиметров, черешка 10 сантиметров, цветоносы высокие, а околоцветники некрупные. Подойдет для украшения подоконника, так как цветет круглый год. Спотифилум приятный. Отличается крупными листьями, форма которых скорее эллиптическая, чем продолговато. Латинское название, спотифилум бландом. Длина черешка и листьев достигает 30 сантиметров, предцветник на 10 сантиметров ниже. Цветет периодически, при хорошем уходе, постоянно. Спотифилум канализный. Этот вид растения, также известный как спотифилум канифолиум, отличается от других разновидностей вытянутой. Формой листьев, их структура плотная. Белое покрывало можно назвать гигантом, его длина не менее 15-22 сантиметров. Отличительные черты, у соцветия есть запах, а початок гладкий, а не шероховатый. В дикой природе произрастает в Южной Америке и на острове Тринидад. Важно! Этот вид отлично подойдет для озеленения небольшого дома, он смотрится миниатюрно и строго. Спотифилум лошковидный. Такое необычное название этот сорт имеет из-за формы белого покрывала, оно сохраняет изогнутость на протяжении всего роста растения. Впервые был обнаружен в Бразилии, его можно назвать гигантским спотифилумом, вырастает до 1 метра, ширина листа может достигать 15 см, а длина – почти полуметра. Черешки и вовсе могут иметь протяженность 70 сантиметров. Спотифилум у Олиса. Спотифилум в Алисе и Регал является самым распространенным видом. Компактные параметры, высота 35 см, длина листьев около 22-24 см и соцветие радиусом до 3 см делают его прекрасным жильцом цветочной композиции. При этом листья удлиненные, на гибких черешках они со временем наклоняются к земле. Спотифилум в Алисе и Регал. Этот вид цветет периодически, с апреля по сентябрь, белое покрывало с ростом початка становится насыщенно зеленым. Початок также меняет постепенно окраску с кремового до зеленого. По полезности очищение воздуха стоит на одной строчке с плющом Хедера Хиликс Нью. Селекционеры провели большую работу по получению новых видов спотифилума, которые сегодня доступны наравне с оригинальными сортами. Результаты получились отличными, определенные разновидности стали очень популярны. Важно, нельзя забывать важный факт про любую спотифилум, родина растения находится в тропиках, поэтому условия ухода не меняются в зависимости от разновидности. Спотифилум лаурета. Полученный в 2001 году на основе сорта Уоллес, спотифилум лаурета Нью отличается длинными стеблями и крупными листьями. Также большими размерами отличается спотифилум королевский. Спотифилум монолол. Миниатюрное эффектное растение, мауна ло имеет эллиптической формы прицветники, которые полностью закрывают кремовый початок. Листва имеют ярко-зеленый окрас, поддерживающие ее черешки имеют длину до 10 сантиметров. Родиной этой разновидности является колумбия. Справка. Этот сорт цветет постоянно, чтобы соцветия не опадали, их можно срезать. Свежий вид они способны сохранять продолжительное время при обыкновенном аккуратном уходе. Спотифилум белений. Классический вид растения выгодно отличает его от других, пышная прямостоящая крона и изящные некрупные соцветия. Ухаживать за ним несложно, его удобно содержать в офисах или на небольшом подоконнике. Спотифилум шопен. Практичное решение для офиса, сорт шопен, несмотря на миниатюрные размеры, прекрасно справляется со свежением воздуха и украшением интерьера. Его листва глубоко зеленого оттенка имеют заостренные концы, а на длинных черешках, относительно листьев, расположены початки и белые покрывала. До вечера этот цветок источает приятный аромат, что делает его еще привлекательнее для покупки. Спотифилум домино. Спотифилум домино ванн для цветоводов по праву редкая находка, которую необходимо лелеять и ставить на видное место. Это редкий сорт, его выделяет изумительного вида листва, изумрудный оттенок пестрит белыми пятнами. Его высота едва достигает 35-40 сантиметров, предпочитает определенные условия выращивания, полутень, отсутствие прямых лучей сквозняков и обильный полив. Аромат можно почувствовать до полудня, после обеда его интенсивность снижается. Спотифилум джемини. У предцветника заостренные кончики листьев и пестрая окраска, этот сорт является редким. Для справки, спотифилумы домино и джемини часто путают, разница в высоте, первый растет вверх и выглядит выше. Спотифилум альфета. Неприхотливый тип, альфета прекрасно подходит для украшения комнаты в строгом стиле. Овальные листья заостренной формы и длительное цветение придают ему особое очарование. Домашние экземпляры нужно регулярно поливать, этот сорт любит влагу. Спотифилум вивальди, раскидистая крона, вырастающая на коротком стебле, отличает этот сорт от других. Листья глубокого зеленого цвета с прожилкой посередине, кончики пластины свисают вниз. Соцветия кремового оттенка, цветы некрупные. Картинка вивальди. Спотифилум сильвер купида. По-настоящему тропический вид. Имеет ярко-салатную листву и крупные изящные соцветия. Освежит любой интерьер. Спотифилум сильвер купида неприхотлив в уходе. Иногда этот вид также называют перл купида. Спотифилум ангел бэби. Миниатюрный спотифилум ангел бэби не зря называется именно так, его легко узнать по узким светлым листьям. С редкими темными полосами. Многолетнее растение с вытянутыми лепестками белого покрывала. Спотифилум пикассо. Как и домино, этот вид является успешным результатом работы селекционеров. Он встречается еще реже. Имеет большое отличие от других сортов. Белый цвет покрывала распространяется и на листья, занимая существенную их площадь. Кремовые штрихы видны даже на околоцветнике. Пикассо не требует особенного ухода, нуждается только в равномерном неярком свете и регулярном поливе. Спотифилум купида. Сорт, выведенный в Нидерландах, является воплощением лаконичности и минимализма, аккуратной формы заостренные листья. Некрупные белые покрывала на длинных черешках. Купида не требует кропотливого ухода. Он украсит любой интерьер, не забирая много пространства. Спотифилум ауэна. Эффектное растение алена, имеет раскидистую, но вертикально стоящую листву. Имея высоту в полметра, сохраняет стройность кроны. Листья глянцевые и темно-зеленые, имеют четкую прожилку и широкий прицветник. Аллана. Спотифилум красный. Неопытного цветовода легко впечатлить спотифилумом с аллами прицветниками. Но подозрение в искусственном вмешательстве в необычный оттенок беспочвенно. Дело в том, что существует цветок, похожий на спотифилум, это антуриум. Благодаря стараниям ботаников они могут иметь розовые, красные и бордовые покрывала. Красный спотифилум на самом деле является антариумом. Дополнительная информация. Из-за общих черт двух растений в Европе их нередко называют общим словосочетанием Peslili. Спотифилум ядовитый или нет, относится к семейству ароидных, поэтому считается условно ядовитым. В его побегах содержатся опасные для людей оксалаты кальция и щавелевая кислота, которые, при попадании, раздражают слизистую и кожу. Опасным может быть употребление побегов в пищу, поэтому при наличии совсем маленьких детей обязательно нужно следить, чтобы они нечаянно не стали есть побеги. При случайном употреблении возможны боли в желудке, расстройства пищеварения. В редких случаях возникает аллергическая реакция. Возможны и проблемы в выращивании спотифилумов. Прежде, чем спешить лечить вдруг потерявшее красоту растение, стоит проанализировать уход за ним. Зачастую именно ошибки цветовода приводят к тому, что цветок атакуют болезни и вредители. Больное растение выглядит непривлекательно. От молодого растения не стоит ожидать быстрого цветения, на это способна только зрелая растения, чьи корни полностью заняли горшок. Среди других распространенных проблем встречаются пожелтевшие листья, недостаточный полив и старая почва. Если желтыми стали кончики, причину искать нужно в излишней жесткости воды. Высыхающие побеги и их потеря, низкая влажность воздуха, решить можно поставленным рядом подоном с водой. Опрыскивать бесполезно. Почерневшие концы листьев сигнализируют о проблемах в режиме полива. Варьируя схемы полива, можно распознать свои ошибки. Что касается вредителей, самыми опасными являются паутинные клещи тля, окружающие растения по всей листве. Чтобы победить первого, нужно помыть растения в мыльном растворе, вредитель не вынесет такой процедуры. Тля более живуча, действовать придется незамедлительно и многократно, возможно. Нужно обработать цветок раствором никотинсульфата, 1 грамм на 1 литр воды. Если атаковала щитовка, обработать спатифилум табачным мыльным раствором, затем только мыльной водой. Завершающий штрих, обработка инсектицидами с подходящим составом, спатифилум, яркое и необычное растение, способное преобразить интерьер даже в одиночку. Он не требует особых условий, достаточно регулярно поливать его и держать подальше от солнечных лучей. Огромное разнообразие сортов позволяет выбрать вариант, подходящий по размеру и оттенку листьев. Субтитры создавал DimaTorzok